всем здравствуйте дорогие друзья вы как всегда на канале в гостях у елены и моя деревенская жизнь нуля сегодня хочу убраться вот здесь на улице разграблить все камни отсюда убрать это у нас пихта помните мы вместе с вами сажали и кучу всего мне писали что вы заглубили чтобы это у вас ничего не вырастет мне так всегда как что-нибудь покажу мне столько умников напишут а потом я показываю плохо то что они потом не смотрят вот смотрите пихта который артем докупил а он все все-таки посадил посередине сказал не сажая на не пойдет вот уже бежит сниматься была в том конце сада но иди 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 моя зайка иди давай покажись привет всем скажи-ка иди нету сейчас нет настроения да ну ну как хочешь но он все же посадил добавил все то же самое посадил как здесь можете посмотреть видео в гостях у елены как посадить пихту фрезера их две они прекрасно пережили посмотрите какие они красивые но пусть посадил и посадил как я его учила так он и посадил отливать будем надеюсь все что-то да приживется хотя я же говорю что но он меня не послушал он ее купил на новый год он их развозил да по москве нет на базар и он возил на газели с садов центра и как все вот эти он тоже купил там подешевле отдали ему такие классные были три 1 погибла у нас потому что мы не могли вовремя посадить так как здесь у нас проводили газ вы помните они у меня в горшках были в прикопе я их вон там он еще мучилась с ними отливала подкармливала но слава богу две пережились одна нет но и пусть вот тоже я ему сказал артем надо увезти ее домой и воткнуть снег нет он на балконе хранил вот ввиду того что на балконе сохранилась не совсем сохранилась потому что все же на балконе было жарко тем более лоджия закрыта здравствуйте и солнышко я потом хоть окно открывала но все равно все равно она должна быть в холоде как ни крути он ее сюда привез еще она была зелененькая и вы скажете надо было ее прикрыть и она сгорела нет она не сгорела когда мы считаю привезли и солнце в помине не было вот 20 после 23 февраля привезли сюда у нас солнышко и часто подавно очень мало есть и она была в тени самым-самым вот здесь вот за домом у нас тень но и поливалась и снегом закладывалась и все что угодно она уже потеряла то что она имела и когда мы ее сажали вот он сажал я показывала как то вот этот центральный корень он весь скрутился по кругу вот ему уже некуда было идти до в большом конечно красивом горшке но я все равно он был полный корней и вот это центральный корень так ведь был скрученный что маленьким белым таким ниточным до белые такие волоски то есть это беленькие корешочки которые воздушные им некуда было распускаться и где нигде они только были правда он сажал где нигде были будем посмотреть дали все питание все дали отливаю я был дождь но все равно я отливаю вот здесь вот и влага но отливаю ведро вот вчера вечером налила ведро с корневином до один пакетик корневина на одно ведро воды корневин это тот который 10 грамм пакетики можно и корни силам вот надо мне пролить корни силам корни сил вообще очень хороший крепкий корнеобразование делает вот сейчас корни силам вот я у меня закончился он а в подвале нашла новую бутылочку просто прошлого года значит полью и так значит я буду здесь убирать и будем здесь сажать красоту как я и говорила будет здесь газон он в принципе как бы есть я не то что мы прям будем супер снимать весь слой нет все тут нормально все видите мы разровняли где-то подсыпали земельку мы купили там земелька есть у нас и хорошая и плохая если посмотрите вон две кучки видите но в смысле хорошая это где перегной где конский навоз я сама его собирала в перемешку там говорила что мне добавлять смесь шикарная другой просто обычная земля верховой слой вот он дешевле вот он нас сюда пошел и пойдет еще просто сверху посею и засыпем аккуратненько земелькой чуть-чуть и он прекрасно вместе с этой травичкой все будем стричь прекрасно пойдет если вы помните меня здесь прекрасный когда еще не было забора была сетка прекрасный был газончики уже его тот наладила но ничего страшного а вот здесь вот у нас будет бордюр из обычной гортензии белые которые шариками а Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Но это еще не окончательное решение моё. Все, что я сейчас хочу сказать, но примерно так и будет. Если вы посмотрите, мы все столбы собрали на участке. Вот. Все столбы собрали на участке. Ну, там вот он на улице. А здесь у меня там ручей сухой. И вот моя задача выкопать траншею. И вот сюда направить аккуратнейшим образом дальше. И там будет продолжение сухого ручья. Потому что весной, когда тает снег, по нему идет водичка. Вся сливается и сюда идет. У нас участок имеет склон. И вон там вот. Я уже практически сделала в конце. Сейчас увидите, я там буду убирать. Но доделать нужно то же самое. У нас их два. Вот. И это прекрасно. Это очень красиво. Начнем копать с участка самого сюда. А потом здесь последняя история. Как буду делать, тоже так вот включу и будете смотреть. Да, бусинка? Так что я сейчас плавненько перехожу на тот кусочек. Но еще хочу доделать вот этот кусочек с левой стороны. Это все уберется, все зачистится безусловно. Но мне нужно немножечко сейчас вот здесь вот уберу и там таскать вот это все в тачку. Буду чуть-чуть позже. Надо немножечко отдохнуть, дорогие друзья. Влага. Пока влага я раскидаю еще. Газон. Ну в смысле газон. Ой. Не знаю, слышно будет. Но вам в принципе и не нужно слушать. Вы будете смотреть. Раскидаю потом еще здесь зернышки. Сейчас пока влажно. Пусть они зайдут. Ты чай слайд. Газон. Ты чайя слайд. Я тут похожую. И вот так, влажно. Таторатораторатора. И вот так, влажно. Влажно. Такой, ты. Такой, ты меня напишешь. так ну что ж идемте с вами на ту сторону я все вычищу потом пообедаю мне останется я еще такими веерными грабельками счет пройдусь потому что ветерочек немножко раскидывает листья с осени мне некогда было я хотела осенью вот это все выгребсти но у меня рассаду это сбор семян ферментации и так далее вот вот здесь розы они прекрасны перезимовали вот первое вроде так себе но если не пойдет выкинем да и другую посадим остальные все прекрасно перезимовали вот видите это я их зону отдыха решил выкопать так вот здесь у нас сирень красивая отступили метр двадцать и от стен от забора и от тротуар чека в будущем здесь будет другой тротуар это временно и вон там вот у меня далеко видите виднеется сирень вот огромная высокая очень красиво вот эта сирень купленная а это вот сирень которая галина мне да я вам уже говорила слушайте я очень с вами разговариваю смотрю она листочки так здорово распускает и я вам показывала там видео о том что и как я формировала еще одну сирень вначале там показываю хочу вам показать здесь я то же самое не просто так или тоже решили формировать обязательно ну я не знаю может не слышно надо микрофон брать когда буду работать в таком случае вот здесь вот нужно отрезать вот еще выйду отрежу и вот если вы видите тоже хочу видеть тюльпанчика да чашеобразная такая правильнее сказать вот три штуки если появится здесь вот еще один побег я его оставлю чтобы более красиво было что был 4 потому что здесь три если бы они правильно были расставлены если бы они росли правильно да то было бы хорошо я имею ввиду чтобы что расстояние между ними было бы одинаково а так они вот здесь а здесь пустое место с той стороны я специально так сказала артему чтобы мы посадили потому что вся красота чтобы сюда шла а там вот обязательно будут расти и я буду в дальнейшем формировать если будет если нет вот здесь вот пойдут и я оставлю рога тачку вот здесь и тогда вот это место за густицией будет очень красиво а Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Вот хочу показать следующий сухой ручей Видите, оттуда вот он у нас идет Вот так поставлю треногу Вот, обратите внимание, где вот эта грабелька моя Вот оттуда Водичка у нас идет И вот в этом году моя задача Там мощение сделать И вот здесь вот Вот широкая, как там, видите, в начале Так и будет и здесь И будет выходить вот сюда Поскольку у нас склон Все будет сливаться вниз весной весной очень даже хорошо ну вот этот мой уголочек там у меня растения посажены я сейчас буду там очищать насколько хватит мне так прям на улицу то машины едут я не буду выставлять этот телефон не знаю куда поставить вот так ну и насколько хватит сейчас насколько хватит настолько я буду граблить мои хорошие поэтому извините как то так вот 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 Так, ну что, дорогие друзья, видите, все чистенько. У меня здесь лилейники и ирисы. Я вам говорила, что тут будет им место. И, конечно, по краю у меня еще там есть, бутинка аккуратно, тысячелистник. В общем, посажены еще растения, не буду углубляться об этом потом. Вот так вот все чистенько. Сейчас вот уберу вот это, пойду попью кофе и приду, буду доделывать. Вот этот клочочек сейчас, да, чищу вот от ямки. И все, и у меня чистенько все. Люблю, когда чисто. Вот, тогда никаких заболеваний нет. Тогда глазу приятно. Тогда растения лучше растут, чем они тут непонятно в каких камнях или еще в чего-то. Вот, сейчас уже сядет. Вижу, у меня 3%. Вот-вот на волоске держусь. Так что под заборы, вот видите, вот эта вот земля, которая здесь. Вот там, сейчас вам покажу. Когда ставили нам вот этот забор, у нас же были ямы, были столбы железные. Их убирали, и вот такие ямы. Вот, вот такие ямы. Здесь вот засыпали. Вот такие ямы есть. И вот эти ямы, и здесь вот как раз выровняем, там все выровняли. А здесь, видите, нет-нет, да есть ямки. Мы вот этим грунтом все и тут разровняем. Да, бушенька кого-то там увидела. Так, сложу треногу, а то она цепляется. Ой, кто там? Наверное, маняшка или мышка. Вот, видите, здесь у меня ямки. Выровняем все, выровняем. Здесь еще вот выкопаем пошире и на бережочек. Здесь будут два бережка. И тут у меня будут расти цветочки. Хочу вокруг них тоже стелить лутросил и гравий, чтобы вокруг них потом не стричь, не стричь, потому что все это будет сыпаться на гравийную основу. Хочу тут ответить хейтерам. Вот вам и то, что... Ой, Елена мечтает, мечтательница, сказочница. Ну, наверное, я думаю, что вы на диване лежите и сказкой ими занимаетесь, рассказываете. То, что вы про меня рассказали, это ваша сказка. А я что намеревалась сделать, потихонечку делаю. Божечка дает мне силы, дает разум, радость, желание, здоровье, чтобы я вот эту красоту сделала. И, как и говорила, будет и здесь сухой ручей, и там. Все будет вот в этом году с Божьей помощью. Если на то его будет воля, и он позволит, то я сделаю то-то и то-то. Вот это уберется отсюда земля, и та земля уберется. У нас, видите, здесь очень хороший заезд для парковки. Тут у нас по-хорошему встанет газель, и плюс еще 3-4 легковые машины. Очень участок у нас длинный, не задевая вот эту вот красоту здесь. И заезд хороший, и вот мы специально здесь так вот как бы и оставили. Не стали ничего тут делать. Вот. А там вот так вот у нас участок. И придомовая территория всегда должна быть чистая, аккуратная. Сад начинается с калитки. И хозяина оценят только начиная с калитки, когда вот с участка. Так, все, дорогие друзья. Все, уже 1%. Всех целую и обнимаю. Была очень рада сегодня показать вам то, чем я занимаюсь. Как стригла там, как здесь. Уже вот-вот начнет темнеть. Пошла я домой пить кофе, потом буду таскать, загружать. Это тоже тут и грави, и все. Уж я вам не буду показывать. Господи, что это такое, а? Ну, все показать. Загрузил, и все. Отлично. Взял, загрузил, и все. Отлично. В тачку. И ничего не надо придумать. Все, дорогие друзья, до новых встреч. Вы, как всегда, были на канале в гостях у Елены. Моя деревенская жизнь нуля, пока-пока. Маняшечка. Красота моя. Со мной везде гуляют. Ну что, дорогие друзья, я начала возить. Эй, тастушечка моя. Манечка. Моя. Вон сзади идет. Вот только камеру взяла. Сейчас вот она появилась. Моя бусинка. Везде с мамой. С мамочкой. Начала, значит, вот это вот. Все грузить, вычищать. Вот. Буду возить. Надо доделывать все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова